Хоккеисты Амура после серии неудачу разгромили сильнейшего противника. Московский клуб ЦСКА со счетом 5-1. Последний раз победить армейцев хабаровчан удавалось несколько лет назад. Что стало причиной такого исхода матча, разбиралась Ульяна Крамаренко. Первый матч в выездной серии и сразу с лидером турнирной таблицы, московским ЦСКА. Последний раз Амуру обыграть столичную команду на регулярном чемпионате, да еще и в основное время удалось 13 лет назад. За три минуты периода в воротах ЦСКА оказалось сразу две шайбы. Свой счет москвичи смогли открыть только в финале игры. И даже рискованный шаг к замене вратаря на дополнительного полевого игрока ситуацию не исправил. Хабаровские болельщики во время онлайн-трансляции шутили, что неожиданный исход матча оплатили букмекеры. В серьезных обсуждениях поражение ЦСКА связали со сменой главного тренера. В июле этого года в московскую команду пришел молодой специалист, бывший игрок Сергей Федоров. Матчу с Амуром предшествовал проигрыш клубу «Кунелуй». Для Амура этот сезон в целом не самый удачный из 17 игр. Только треть завершилась победами. В турнирной таблице регулярного чемпионата хабаровчане занимают 20-ю строчку из 24-х. ЦСКА на 9-й. Кажется, что так легко ЦСКА обыграли. На самом деле это было не легко. Это было с ушибами, с проблемами, с различными вариантами игры. И большинства, и меньшинства. То есть, но в любом случае, да, победа. Надеюсь, что она придает уверенность. Закрепить победу на ЦСКА, но уже на домашнем поле, хоккеисты Амура смогут 26 октября. Сейчас хабаровские спортсмены в Нижнем Новгороде, где должны сыграть против команды «Торпеда». В Хабаровск Амур вернется через неделю. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния». Субтитры создавал DimaTorzok